Коллеги, здравствуйте. Рад вас приветствовать на нашем небольшом лекции по терапии сфокусированной на сострадание. Меня зовут Чернов Никита. Немного расскажу про себя. Я клинический психолог, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации в Алексеевской больнице. Я CFT, CBT терапевт, член нескольких международных ассоциаций, ну и занимаюсь исследованием, нахожусь в нескольких международных исследовательских группах. Плюс я международный сертифицированный терапевт по КБТ в рамках унифицированного протокола. И, действительно, основные подходы, в которых я работаю и которые мы используем в больнице, это терапия принятия и ответственности и терапия, сфокусированная на сострадание. В частности, протокол CFT мы активно используем для людей с расстройством пищевого поведения, потому что CFT, терапия сфокусированной на сострадание, это такой очень часто выраженный тренд при лечении РПП. Надо признать и рассказать, как я вообще познакомился с этим подходом. Ну, вообще, в России его привез я, я в свое время пригласил и организовал первую отчинную программу по терапии сфокусированной на сострадание с одним из британских тренеров. И со временем я очень увлекся этим подходом. И вот в настоящий момент я прошел больше 15 семинаров по CFT, таких полноценных, бутневных. И несколько раз я ездил в Англию, в Шотландию на семинары Пола Гильберта, правда, не на базовые, а уже на продвинутые семинары. И, в частности, я закончил профессиональную программу, опять же, отчинную в Британии. Это был город Дерби по терапии сфокусированного сострадания для расстройств пищевого поведения, который состоял из нескольких модулей. Плюс я активно развиваюсь в этом подходе, у меня есть международный супервизор, вот, и я был на двух конференциях по CFT в Лондоне, в Эдимбурге, вот. И для того, чтобы освоить этот подход, несколько лет я со всеми клиентами только работал в CFT для того, чтобы понять нюансы этого терапевтического метода. Он непростой, очень интересный, полезный, и, прежде всего, этот подход фокусируется на работу с клиентами, у которых высокий уровень стыд и самокритика, и которые не очень сильно отвлекаются на стандартные разные протоколы работы, в частности, в ПБТ или в других терапевтических подходах. Поэтому, да, тут немножко себя похвалю, да, CFT я знаю очень хорошо, я, наверное, один из немногих коллег, которые безостановочно этому подходу учатся, да, я не учился ни у русских коллег, я учился только на международных семинарах, да, и многие из которых я посвящал очно. Вот. И давайте немного расскажу про этот подход, на что он фокусируется, какие у него уникальные определенные особенности, да, и какая модель в основе этого терапевтического метода. Подход был разработан в 90-х годах британским психологом Полом Гилбертом, и, кстати, Пол Гилберт с интересной судьбой специалист, он вообще сначала был юнгианским аналитиком, потом стал когнитивно-поведенческим терапевтом и стал очень известным когнитивно-поведенческим терапевтом, он возглавлял одно время британскую ассоциацию КБТ, да, но потом постепенно стал замечать, что есть группа кредентов, которые не особенно отзываются на стандартный КБТ-протокол, именно те люди, с которыми с высоким уровнем самокритики. Безусловно, это научно обоснованный подход. Почему научно обоснованный? Потому что в основе CFT лежат очень много разных концепций, но прежде всего CFT опирается на эволюционную психологию, механизмы нейробиологии, социальную психологию, теорию привязанности и другие определенные модели. Кстати, CFT – это не единственный подход, который используют техники и методы сострадания, ну, вот есть очень популярная НЭШ такая, как бы, АНЭФ, да, специалист. Но CFT отличается тем, что у них есть своя такая фундаментальная теоретическая модель. Она настолько большая, что, например, один из двухдневных базовых семинаров был только по одной теории, а некие нюансы теории, да, мне приходилось ездить в Англию на отдельные семинары, которые были про один из, как бы, сегментов важных этой данной модели. Этот подход постоянно разрабатывается, потому что 90-е – это не так давно было. Ну, может, для кого-то это было давно, кто-то родился в 90-х, но для времени для развития терапии – это небольшое. Поэтому, как бы, этот подход постоянно дальше развивается и добавляет в себе новые определенные элементы. Кстати, Пол Гюберт, чем-то мне всегда нравился, тем, что он такой, вот, как сказать, так как он профессор в университете, он педантичный, исследователь, структурированный, и он такой, знаете, без пафоса. То есть вот он не сидит и всем не рассказывает, вот мой подход, вот он уникальный и так далее. Он спокойно говорит. Это мы взяли оттуда, это мы взяли оттуда. Если хотите углубиться, пройдите там КПТ, пройдите терапевтическую сегментализацию. И, как бы, в этот подход он спокойно интегрирует в современные модели, которые хорошо, методы и модели, которые хорошо вписываются в общую концепцию. Этот подход рассматривает стыд и самокритику как некий трансдиагностический фактор психопатологии. Что это значит и что такое трансдиагностическая модель? Трансдиагностические модели – это такой сейчас международный тренд в психотерапии. То есть специалисты ищут общие закономерности при разных проблемах, которые есть у клиентов. И почему это важно? Потому что нужно разрабатывать такой некий единый механизм, как можно влиять, например, на разные проблемы. И как раз в CFT они увидели, что стыд и самокритика встроены и присутствуют практически в любом психическом расстройстве. Где-то этого больше, где-то этого меньше. И для этого как раз нужен свой специфичный подход, который мог бы помочь людям, у которых высокий стыд и высокая самокритика, его облегчить. Поэтому CFT исследуют, как стыд и самокритика, участвуют в развитии психопатологии. По моему, стыд есть в ПТСР, стыд есть в расстройстве пищевого поведения, стыд и самокритика есть в паническом расстройстве, реализованном тревожном расстройстве. Поэтому как раз эта тема очень актуальна. А даже если вы не будете в будущем работать в CFT, то многие механизмы вы можете на самом деле интегрировать уже в тот терапевтический метод, который является для вас основным. Вообще, с чем он лучше всего интегрируется? Но так как Пол Гилберт и его окружение первой волны, это были британцы, они все были КБТ-терапевтами, поэтому в большинстве из них CFT-шники британские, они же еще и КБТ-шники. А если посмотреть на американских CFT-шников, так как там очень популярен ACT, то по сути все практически американские лидеры CFT, они еще и ACT-терапевты. Ну и вот сейчас такая парадоксальная ситуация. Один из лидеров американской CFT-комьюнити, Тирч, он как бы и лидер CFT-комьюнити, и президент контекстуально-поведенческой науки. Ну это Актовской ассоциации. В своей теоретической основе CFT интегрирует научные данные из нейробиологии, теории научения, эволюционной социальной психологии, современной теории развития и поведения человека. И использует весь спектр традиционных доказательных интервенций, а также некий набор уникальных для нее практиков. Безусловно, включает элементы восточной философской традиции, ассоциированных с буддизмом. Я вообще, вот честно говоря, когда CFT о нем узнал, я тогда обучался ACT, ну и так как я часто читал, а в ACT активно сейчас внедряются страдательные практики, ну через ACT я узнал про CFT. И на свой страх и риск пригласил этот подход, хотя в голове у меня была идея, что сейчас приедет буддист и будет как бы говорить про любовь, заботу, что надо вообще как бы быть человечным и так далее. И вообще в ужасе боялся, что на самом деле будет, что у него были смутные представления. Но на удивление от буддизма там есть некие элементы, такая общая парадигма про человечность. А все остальное концептуально больше основывается на современных моделях, нежели на вопросы, связанные с буддизмом и так далее. Хотя вот на конференции, конечно, Билберт очень любит приглашать. У него даже было несколько трансляций с Далай-Ламой, поэтому как бы вот такие присутствуют вещи. Основное внимание уделяют развитию способности к состраданию и бруксировке эмоциональной системы, то есть эмоциональной регуляции. Вообще сострадание не очень любят люди использовать этот термин. И вообще, когда говоришь клиенту, он отразивает сострадание, у него сразу же ассоциативно, что с религиозным опытом, что он такой несчастный, и кто-то будет ему сострадать, какой-то учитель сверху. Поэтому, так как термин сострадание в нашем языке не особо используется, поэтому допускается клиентам объяснять эту концепцию через такое понятие, как забота, заботиться о себе. И как раз забота о себе является некая фундаментальная задача в этом терапевтическом подходе. Забота о себе, она подразумевает и давать себе тепло, поддержку и так далее, но и, в частности, поддерживать себя в сложные периоды времени, в том числе настраивать, например, постановку границ, когда их нарушают, на какие-то определенные отважные действия. И в этом подходе существуют разные протоколы работы с депрессией, с РПП, с ПТСР, с психозами и так далее. Мне, кстати, тоже, что нравится в британской комьюнити, практически любой лидер по расстройствам, который занимается тем или иным расстройством, например, Кен Госс, который занимается РПП, Дебор Ли, который занимается ПТСР, это не просто такие специалисты, это руководители британских исследовательских практико-ориентированных государственных учреждений. Ну, Дебор Ли, например, как бы руководитель Центрального британского госпиталя для ветеранов войны. Да, Кен Госс, это как раз руководитель клиники в Лестере для государственных, для расстройств пищевого поведения. То есть у этих людей очень-очень большой как раз опыт работы. Какая, да, основная модель, да, и почему как раз Пол Гилберт вообще стал развивать свой подход? Ну, он вообще сначала разрабатывал дополнительный протокол для КБТ, именно для людей с высоким уровнем стыда и самокритики, а потом это уже выросло в отдельной психотерапевтическую определенную модель. И ключевая проблема людей стыдом и самокритикой заключается в том, что они не очень отзываются на когнитивные интервенции. Ну, то есть, когда ты ему говоришь, давай подумаем про твою функцию самокритики, подумаем про твоими автоматическими мыслями, и многие клиенты, они говорят, да я все понимаю, что так не надо, и так далее, но я все равно чувствую себя ужасно, как только возникает этот определенный процесс. Мало того, что когда ты делаешь некую интервенцию, направленную на когнитивное переформулирование, сократический диалог и так далее, да, становится легче на когнитивном уровне, а на эмоциональном уровне по-прежнему плохо, но вот много стыда, вины и других сложных переживаний. И Пол Гилберт заметил, что есть на самом деле некая нейробиологическая десинхронизация между различными областями отдела мозга, которые отвечают за разные функции нашей психики. И очень часто происходит в том, что когнитивные интервенции, да, они не особо работают на сильные эмоционально-болезненные переживания, которые еще связаны с травматическим опытом. Почему? Потому что у людей стыдома самокритики была целая история, откуда это все взялось, почему это сформировалось, и сейчас в настоящем моменте поддерживают. И, следовательно, да, нужно было разрабатывать интервенции, которые были не только на когнитивном уровне, но и так называемой эмоционально-фокусированной технике, которые могли бы на самом деле переструктурировать эмоционально-болезненный опыт. Кстати, вот такая парадоксальная историческая ситуация. Пол Гилберт – это не единственный специалист, кто на это обратил внимание. Абсолютно в это же время, ну, я уж там года не сравнивал, да, когда кто начал. Американский специалист Джеффе Янг, который разработал схему терапии, тоже на самом деле заметил и стал разрабатывать концепцию глубинных схем с акцентом на эмоционально-фокусированные методы в работе, которые тоже увидел некие ограничения в стандартных КПТ-протоколах. И схемы терапии, CFT очень и очень во многом близки, хотя на самом деле в некоторых постулатах они отличаются друг от друга. Вот. А что еще очень важно? Что, что когда Пол Гилберт стал работать с этими клиентами, у которых был востокий стыд и самокритики, помимо того, что на когнитивную терапию стандартную они не отзывались, ну, то есть вот на методы реконструирования, реструктурирования, так еще на самом деле было сильное сопротивление развитию технологов. То есть задача CFT – это не убрать самокритику, потому что самокритика и стыд считаются эволюционными механизмами. И CFT опирается на то, что все, что в психике присутствует, оно эволюционно выстраивалось для определенных целей и задач. Но так как наш разум часто контекстуально не чувствителен, что значит, что, например, в умеренной форме самокритика очень хорошо мобилизирует. То есть человек себя подчиняет боль, и она его мобилизирует к определенных действиях целью себя улучшить. А вот в сильной форме самокритика, наоборот, притупляет различные возможности к адаптации. То есть она приглушает, и человек уже ничего не может сделать. Он чувствует себя дефективным, ущербным, и это мешает его функционированию, адаптацию. И он, на самом деле, пытается использовать неадаптивные стратегии, чтобы с этим справиться. И поэтому, да, задача развития этих навыков – это сделать альтернативные механизмы, как себя поддерживать, мотивировать и двигать вперед. И чем их больше становится, тем, на самом деле, человек перестает использовать самокритику как инструмент мотивации. Но оказалось не все так просто. Да, вот мы, например, работаем с людьми с расстройством щелкового введения. У нас есть целая программа психотерапевтическая годичная для людей с РПП, с анорексией и с булимином. И когда им говоришь, хотелось бы вам, чтобы самокритики стало им меньше, которая вас унижала, обижала, заставляла худеть, влияла на искажение образа тела. Ну, конечно. Хотелось бы вам научиться себя поддерживать, иметь умеренную самооценку. Некие устойчивые механизмы, где вы можете с теплом к себе относиться. Они такие говорят, ну да, это то, что нам надо, это вот прям центр всего. И как только начинаешь, не идет этот процесс. Почему? Потому что есть как бы целый блок определенных барьеров на уровне когниции, эмоции, ну и неких исторических процессов, которые блокируют этот процесс развития заботливого отношения к себе. То есть клиенты, ну, это говорят, но это целый активный, поэтапный процесс, где мы это развиваем. Один из наших таких важных блоков это научиться работать с блоками, барьерами и сопротивлением перед самокритикой, стыдомой, другими процессами для того, чтобы получилось развивать эти внутренние процессы. Что уникального в этой модели? В этой модели очень хорошо эволюционно, социально проработана концепция, откуда взялась самокритика и стыд, а также откуда эволюционно берется сострадание, забота и эти определенные навыки. Это многоуровневая определенная модель, которая, как бы сказать, отвечает на вопросы, как функционирует эволюционно разум, почему он сейчас сострадает или себя критикует, как эволюционно функционируют эмоциональные системы с различными стратегиями, как человек пытается с этим справиться, как сострадательные навыки встроены в социальное взаимодействие, и как на это влияет теория привязанности. Поэтому, да, хотя эти концепции, которые Гилберт интегрирует, они используются и других подходов, вместе это создает некую уникальную научно-обоснованную модель развития этих внутренних процессов, которые мы часто используем в психообразовании для пациентов, когда рассказываем, что с ними происходит. Потому что наши пациенты с высоким уровнем стыда и самокритики искренне верят, что он говорит разум, это является правдой, и мы показываем, как эти процессы возникли, но для того, чтобы клиент понял, что это не его вина и вообще не его выбор, на самом деле, жить и находиться в этих внутренних процессах. Он хотел бы, на самом деле, совершенно другого. Поэтому, да, у нас есть концепция развития эволюционного разума, мультимозг, который объясняет, откуда берется жестокость, откуда берется сострадание и заботы. Есть концепция, которая опирается на эволюционную теорию мотивов. Есть модели регуляции аффекта. И есть различные роды компетенции, методы и техники, которые направлены на развитие сострадательных компетенций. И со временем, если у нас будет время, развивать некую сострадательную этичность у человека заботливую, через которую он вообще воспринимает окружающий мир. Кроме того, да, CFT прицельно фокусируется на самокритику, болезненные эмоции и, безусловно, как бы обладает именно заточенным арсеналом для работы с такими сложными проблемами. Есть отдельный модуль, который направлен на работу со страхом, блоком сопротивления к состраданию. И других этих подходов сострадательных нет, а это на самом деле иногда занимает половина работы. Клиент говорит, я понимаю, надо, надо, но ничего не идет. То мозг мне говорит, что это фигня, все. То, короче, мне плохо становится от ваших методов и навыков. То, вы знаете, я не заслуживаю сострадания, заботы к себе и так далее. И в этом подходе, да, очень большой акцент идет на том, чтобы привести в норму регуляцию эмоций для того, чтобы культивировать положительные эмоции спокойствия, безопасности, тепла, доброты и других определенных внутренних процессов. Какое определение сострадания? Это очень важно, потому что будут большие два блока в работе с этим подходом. Сострадание – это чувствительность к страданию своему и чужому, сопровождаемая мотивацией облегчить или предотвратить его. То есть в этом определении, да, есть сразу же две базовых, как бы сказать, модели CFT. Первая заключается в том, что первая психология сострадания – это способность понимать, приближаться и участвовать в страдании и сострадании. Для этого, безусловно, нужна мужество и отважность. Что это значит? Это в том, что, несмотря на такое ощущение, что мы будем давать себе тепло, на самом деле эта терапия очень болезненна, потому что перед тем, как ты будешь развивать сострадательные навыки, клиенту необходимо вступить в контакт с своим страданием внутренним, с тревогой, с болью, стыдом, с виной. Почему? Потому что человек уже эволюционно выучился как-то адаптироваться к этим переживаниям. У него есть набор эффективных стратегий защиты, коппингов, да, и различного рода избегающего поведения. Поэтому целая часть работы, она направлена на том, чтобы установить у человека контакт своими сложными переживаниями. Почему? Потому что именно на них должно направлено быть сострадательные навыки. В большинстве, когда мы этого не делаем, сострадательные навыки уходят в защитный механизм, в молоко. То есть, как бы, да, человек использует сострадательный навык, но не к тому, чему нужно, да, и за счет этого не происходит решение тех сложностей и проблем, с которыми он сталкивается. А вот вторая психология сострадания – это развитие вот этих инструментов и иметь мотивацию, чтобы себе помогать в том, чтобы предотвратить это внутреннее страдание. Кстати, когда мы говорим про CFT, про сострадание, мы имеем в виду не только сострадание к самому себе, потому что идеальные сострадательные навыки – это развитие сострадания в трех измерениях. Научиться заботиться о себе, научиться заботиться о других и научиться получать заботу от других людей. И, кстати, есть такая интересная вещь, это в том, что практически нет людей, которые вообще не умеют заботиться. Проблема в том, что многие люди не умеют заботиться о себе. Например, они могут прекрасно заботиться о других людях, они могут получать заботу других людей, но они не в состоянии эти механизмы направить в отношении себя, потому что есть какие-то определенные блоки и барьеры. Поэтому в CFT мы развиваем не только к себе, но мы развиваем эти навыки и через других людей, через то, что можем научиться использовать это техники, методы и навыки другому человеку, также на самом деле и развиваем способность получать заботу от других на самом деле людей. Фундаментальная цель нашего подхода это помочь клиентам изменить их отношение к мыслям и к эмоциям, которые выражены через осуждение к сострадательному пониманию и формированию приверженности к поведению, направленную на помощь себе. Помощь себе это не только реальность сложностей, это сложная эмоция, это психическое расстройство, это некие когнитивные процессы, которые формируют вину, самокритику, и другие определенные процессы. Вот это все некие являются мишенями нашей психотерапии. Поэтому CFT это безусловно отличный инструмент для людей стыдома самокритика, но одновременно его можно использовать и к другим сложно-болезненным переживаниям и проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. CFT интегрирует и использует абсолютно все, что только можно. Методы СКБТ, методы терапии сфокусированной ментализации, некие практики осознанности, пустые стулья. Вот здесь набор всего, что мы на самом деле можем использовать в CFT. Терапевтические отношения, сократические диалоги, психообразование модели CFT, функциональный анализ, поведенческий эксперимент, экспозиции, проигрывание разных частей личности, осознанность, обучение эмоциональной толерантности, обучение понимания преодоления эмоциональных сложностей, конфликтов, навыки ментализации, письма в себе, страдательные образы и так далее. Ну и Пол Гилберт, он говорит, что вообще современный научно обоснованный подход и должен как бы интегрировать все, что на самом деле может принести клиенту пользу и что имеет некий доказательный эффект. Да, и в этом смысле доказательные виды психотерапии, они на самом деле научно обоснованы хорошо, на самом деле с друг другом сейчас интегрируют, взаимодействуют, да, и поэтому мы можем на самом деле спокойно использовать все, но как и у друг любого терапевтического подхода, ключевой компонент это концептуализация, по сути, как мы рассматриваем ту или иную проблему. И если ты становишься CFT-специалистом, то ты безусловно концептуализируешь и смотришь глазами той модели CFT на клиента и уже остальные как бы инструменты встраиваешь в эту модель. Ну, либо если ты будешь КБТ-терапевтом, ты будешь концептуализировать КБТ и будешь дополнительно использовать стратегии CFT как некие новые дополнительно важные для себя инструменты. Ну, и как я уже говорил, и КБТ, и ЭКТ, и штат-терапия, и психодинамические терапии, все на самом деле между CFT может интегрироваться. Самый, кстати, интересный вопрос заключается в том, а в какой вообще модели концептуальной находится этот подход. Ну, и здесь, кстати, очень все весело, потому что в одной книжке это называют третья волна КБТ. Вот. А в другой книжке, да, называется эмоционально фокусированная метода терапии. Ну, вы знаете, я когда был на семинаре у Гилберта и меня спросил, вот, он как бы пришел к выводу, что это психодинамический вид психотерапии, который интегрирует очень много из когнитивно-поведенческих интервенций. Ну, вот. Это не знаю, то есть это не психоанализ, да, но здесь как бы есть некая модель развития определенных процессов и особое как бы место теории привязанности опирается. Но если вы КБТ-терапевт или ничего, этот подход вы сможете понять, как бы интегрировать в свою практику. А для того, чтобы, кстати, вас не пугать этим названием и пытаться как бы четко сказать, что такое CFT, почему четко сказать, потому что когда я обучался, вот, тренер, который нас обучал, у него была такая фишка, он все рассказывал, рассказывал, кстати, после четырех дней я такой подумал, что я вообще ничего не понял, короче, это все круто, что вообще, я понял, что мне это все нравится, но вот это все выстроить концептуально, эти модели, да, было очень-очень сложно, но это еще и специфика перевода. и в конце он сказал нам на четвертом занятии, а что же такое сострадание, поэтому, да, я лучше расскажу вначале, как это рассматривается, процесс, а потом уже, да, скажу, как он обосновывается через различные модели. Сострадание – это эволюционный просоциальный мотив. Что значит просоциальный мотив? Что такое эволюционное? В том, что это мотивация к определенным действиям, которая встроена в нашу психику с рождения. То есть, по сути, заботиться о себе или других людей – это как бы встроенный некий механизм, который пришел нам эволюционно от млекопитающих. Почему? Потому что млекопитающие, ну вот, у них было мало детенышей, для того, чтобы их вырастить и чтобы они выжили, нужно было не просто находиться рядом их кормить, да, а оказывать различного рода, ну, как сказать, эмоциональную включенность. То есть, без этого невозможно не развиваются психические процессы. И вот этот мотив эволюционный передался человеку, но за счет того, что у человека есть уникальные механизмы адаптации, чем отличаемся мы от животных, в частности, сознания, да, то некие современные присущие человеку психические функции, да, модифицируют этот эволюционный мотив заботы в сострадательный процесс. То есть, сострадание, да, это такая эволюционное развитие мотива заботы. Поэтому некие процессы психотерапии с клиентами мы развиваем с нуля, а здесь, по большому счету, нужно не начинать с нуля. Здесь нужно как бы понять, как развить и снова соединиться с этими определенными процессами. Вот. Но, безусловно, да, это все встроено, но для того, чтобы это было инструментом, которым человек мог пользоваться, должно было быть много определенных условий. У него должно было быть определенное социальное окружение, которое его обучало этим наукам, он должен был получать такую поддерживающую заботливую привязанность. Вот. он должен управлять своими особенностями разума. Это теория древнего нового мозга, потому что наш мозг эволюционно развился, и у него есть куча разных фишек, которые, с одной стороны, могут человека разрушать, а с другой стороны, человека могут помогать справляться. Хотя все фишки, даже самокритика, когнитивные ошибки, все в те эволюционно рассматривают как изначально механизмы для адаптации. Но, как я сказал, часто мозг не контролируется человеком, и он использует стратегии, которые когда нужно и когда не нужно. И для того, чтобы, безусловно, развить эти навыки, мы должны понимать, как наш разум функционирует, но и использовать его особенности к тому, чтобы уметь заботиться и поддерживать, то есть, как бы, работать с настройками нашего разума. безусловно, насколько этот развит процесс связан с процессом эмоциональной саморегуляции. Почему? Потому что, если изначально заботливые навыки не развивались, развивались другие, в том числе и самокритика, сравнение, конкуренция с другими людьми, часто эти процессы приводили к эмоциональной саморегуляции, дезрегуляции. И в CFT есть концепция трех эмоциональных систем. Это не трех эмоций, это трех эмоциональных больших блоков, вокруг которых выстраивается определенный набор эмоций. Ну, в частности, у нас есть эмоциональная система, связанная с угрозой, то есть, когда мы испытываем тревогу, боль, стыд и вину, да, это поднимает ощущение угрозы, потому что ты находишься в опасности и заставляет человека как-то действовать, как-то обходиться, для того, чтобы не находиться в этом состоянии. Ну, в частности, вот РПП тоже не очень хороший вариант. где с РПП высокий уровень самокритики, который привел к эмоциональной дезрегуляции. И для того, чтобы выровнять и успокоить систему угрозы, да, нужно упрасывать вес или вызывать рвоту. Именно для того, чтобы ты эмоционально снизил это тяжелое переживание, которое создает твой как-то разум и нарушение образа тела. У нас есть система которая направлена на том, чтобы мотивировать к достижениям действиям драйва. Это такой подъем настроения, счастья, пиковые переживания и так далее. Потому что без них сложно что-то делать, без них сложно создать семью, без них сложно заставить себя пойти на курс CFT, да, если ты в конце не будешь видеть картинку, да, что тебе тут там диплом, как ты это будешь использовать и так далее. И есть система спокойствия, безопасности и защищенности. Эти три эмоциональные системы опять нас эволюционно передались от предыдущих цикла развития животных, в частности эти эмоциональные системы есть у всех млекопитающих. И когда мы работаем, да, в этом подходе мы видим, что людей с высоким стыдом самокритика, да, вот такой перевертыш, очень много угрозы, да, и жизнь такая превращается в постоянное попытках справиться с этими эмоциями, да, и совершенно нету сострадательных навыков, которые связаны с спокойствием, ощущением безопасности и так далее, потому что без безопасности нет возможности заботиться, ну вот. И есть некая теория социальной ментальности, которая объясняет, как и для чего заботливый мотив нужен для социального взаимодействия, то есть или как заботливый мотив выстраивается через социальное взаимодействие, а каждая из этой системы она структурированная, четкая, хорошо как бы описывает, и через них мы понимаем, откуда берется забота, но вот почему ее у многих людей нет, почему многие люди себя критикуют, да, видят и находятся в постоянной эмоциональной дезрегуляции. вот, да, какие наши некие этапы, что мы вообще в CFT делаем, мы в CFT, как я сказал, что это мотив, и развиваем сострадательную идентичность, мотивацию, поведение, для того, чтобы через эти навыки помогать себе справляться с проблемами, а в CFT есть такой некий отдельный подраздел под названием тренинг сострадательного навыка, то есть само по себе CFT это общая концептуальная модель, как мы смотрим на природу вещей, заботы, самокритики, да, а сострадательные навыки, ну вот, развиваются через тренинг сострадательного разума, да, у которых есть разные определенные блоки, потому что мы сострадания развиваем на разных уровнях психических, ну вот, и следовательно мы как раз после того, когда развиваем эти навыки, мы направляем эти навыки на снижение самокритики, на развитие способности справляться с проблемами, да, и улучшение своего уровня адаптации, ну вот, такие некие четыре возможных как бы развития этапа, через которых мы проходим, то есть сначала мы помогаем сформулировать клиенту его случаи в рамках safety, проводим его психообразование для того, чтобы он лучше себя понимал истоки своей самокритики, страхов, травматического опыта, или, например, как формируется то или иное его расстройство. Затем мы развиваем себе как раз навыки гибкости, занимаемся развитием навыка сострадательного разума, вот, через сострадательный ракурс можем видеть теперь эмоциональные темы, связанные с травмой, привязанностью, брошенностью, неуверентированием потребностей или расстройства и направляем на то, чтобы он помог справиться с этими проблемами. И четвертая фаза это трансформация, это не фундаментальная цель safety, почему, потому что долгий может процесс это тогда, когда сострадательный мотив становится вообще доминирующим в твоей психике, то есть другие мотивы существуют, они никуда не могут деться, у нас есть сексуальные мотивы, прокурирующие мотивы, поддержка, ну вот, и еще целый их набор, но сострадательный мотив, он как бы высокий выстраивает и начинает взаимодействовать с другими мотивами именно через сострадание, ну, например, ты конкурируешь, да, человек, который находится в конкурентном мотиве без сострадательных навыков, будет уничтожать, убивать, ему будет все равно о том, что будет с другим и так далее, у человека, у которого сострадательные навыки, он не может не конкурировать в этом мире социальном, но он будет это делать предельно по-другому, да, чтобы в том числе снизить такой, как бы сказать, потенциальный поэтому последняя такая некая задача это разбить вот эту некую идентичность через нее смотреть на мир, на людей, да, и на природу своих поступков и действий, но, как я говорю, обычно в терапии мы как бы заканчиваем тремя пунктами, но потом человек, если хочет, может пойти дальше с нами работать, вот, я уже немножко сказал о том, что в CFT мы развиваем это, кстати, очень хорошо, сразу же в трех измерениях, я к себе, я к другим и другие ко мне, то есть получать заботу от других людей, вот это, кстати, модель очень хорошо, потому что она позволяет даже тем людям, у которых совсем ужасное отношение к себе, понять, что такое сострадание и понять, откуда можно взять ресурс для развития этих определенных навыков, ну, например, ты делаешь какие-то упражнения связаны с образами, с воспоминаниями, вот, да, когда ты к себе хорошо относился, клиент тебе говорит, да, я себе никогда не хорошо не относился, он говорит, хорошо, давайте подумаем и вспомним воспоминания, когда к вам другие хорошо относились, а он говорит, так, когда меня только били, издевались надо мной, тогда мы говорим, а давайте вспомним, были ли эпизоды, когда вы о ком-то заботились, И даже если человек не получил этот определенный опыт, каждому все равно понятно, что такое забота. Через фильмы, воспоминания или, например, через наблюдение за другими людьми. И то, что мы можем через разные заходы заходить, через разные потоки, дает нам возможность развить эти навыки даже у тех людей, у которых был очень-очень плохой опыт. Какие в этом подходе фазы? Какие эмоциональные системы функционируют и поддерживают проблему? Объясняем, что такое сострадание или забота, а что такое нет. И делаем, выстраиваем четко цели терапии, которые мы хотим на самом деле добиться. Вторая наша фаза – это непосредственно развитие сострадательного разума через активизацию системы спокойствия и безопасности. Это связано с парасимпатической системой развития навыков осознанности для того, чтобы лучше понимать себя. А также набор сострадательных методов. Сострадательные образы, сострадательное мышление, развитие сострадательного поведения. И которые мы интегрируем с разными интервенциями. Как я уже показывал в предыдущем слайде, мы это можем делать через кратические диалоги, стулья, взаимодействие между частями личностями, письма себе, воспоминания о разных определенных событиях, развитие и понимание атрибутов, что такое заботиться, что такое не заботиться. Ну и в том числе для преодоления барьеров, которые мешают этим навыкам развиться. И третья фаза – проблемно-ориентированность, когда мы через сострадательный разум смотрим на свои проблемы и уже как вторая психология сострадания пытаемся облегчить свое собственное страдание. То есть, используя наш сострадательный разум для того, чтобы работать с эмоциональной регуляцией, с психическим расстройством, прорабатывать психические травмы, повышать свой уровень адаптации. Вообще, когда Гилберта спрашиваешь, а какая основная фундаментальная цель? Ну вот, а Гилберт, как эволюционный психолог, он говорит адаптация. Что это такое? У нас могут быть разные травмы, эмоциональная резерегуляция, психическое расстройство, но все это как бы важно, потому что все это мешает адаптации. То есть, повышение качества жизни и проживание ценностно-ориентированной жизни. Поэтому задача, как бы раз, как сказать, развития этих навыков, это не оставаться вещью в себе. Эти навыки должны человеку дальше помочь справиться с проблемой и дальше улучшать качество жизни. Выстраивать отношения близких с другими людьми, реализовывать свои компетенции на работе, двигаться в сторону того, что является важным. То есть, да, мы как бы через CFT, наш конечная цель, да, увидеть, что у человека идут изменения реальные жизни, не только внутри. Что он это внутри может использовать для того, чтобы двигаться как раз вперед, да, и это помогает ему. Ну, и здесь может быть тоже такой, как бы, вариант, то, как мы это делаем, потому что CFT – это тоже такие некие две теоретические блока. То есть, первое – это объяснение концепции, да, и туда входят дополнительные компетенции, которые используются в любом подходе. Терапевтические отношения, оценка, формулировка целей, задачи, функциональный анализ эмоций и непосредственно методы, направленные на развитие сострадательного разума, да, осознанность и так далее, и так далее. И в конечном итоге это все объединяется для того, чтобы помочь человеку справиться с проблемой, ну, вот. И в том числе, если у клиента высокий уровень стыда и самокритики, да, попытаться это снизить до такой формы, которая уже не мешает его адаптации. Кстати, CFT отличается от схемы терапии именно в том эволюционном взгляде на природу вещей и, как бы, функционального понимания поведения, которое присутствует у человека, поведение внешнего, поведение эмоционального, когнитивного и так далее. И CFT ничего не пытается на самом деле убрать. CFT не прогоняет уходи самокритика из моей жизни. CFT пытается это все интегрировать таким образом, чтобы человеку это не мешало. Да, очевидно, что мы всегда будем катастрофизировать. Очевидно, что мы всегда будем критиковать. Но уровень этих процессов и их влияние на патологию, психическое функционирование абсолютно разный. Поэтому CFT пытается это все примирить, интегрировать и развить некий другой внутренний центр, через который человек будет пытаться справляться со своими проблемами, ну и вообще себя мотивировать к тем или иным действиям. Что еще как раз важно сказать про данную модель? Это про набор атрибутов, в которые мы работаем в CFT. Так как я уже вначале сказал, что сострадание делится на два больших блока. Это первое, быть чувствительным к страданию своему, то есть вступить с ним в контакт и развивать определенные навыки. Поэтому есть некие атрибуты, вот как в центре, видите, сострадание атрибуты, чувствительность, толерантность, дискомфорт, сочувствие. Это то, как мы вступаем в контакт с страданием. А уже дальше, следующий круг, такой более темно-синий, это некие навыки сострадательного разума. То есть на тех уровнях, в которых мы их развиваем, в уровне поведенческом развиваемся страдания, когнитивном мышлении, воображении. Используем инструменты внимания, чувства, сенсорные ощущения. И вот на этих как раз областях некий набор у нас методов, через которых эти навыки внутри нас развиваются. То есть мы можем использовать развитие практики mindfulness, культивировать добро, тепло, открытость, терпение, силу. Работа с доказательствами, альтернативой, принятием данности в неких психических процессах. Работать с убеждениями в отношении сопротивления к состраданию. Обоснование, понимание, письма, работа со стульями, готовность к практике, развитие решимости в поведении, совершать действия целенаправленные. Работа с образами, воспоминаниями для дальнейшего интеграции. Ощущение, дыхание, поза, тон голоса, осознанность и другие определенные внутренние процессы. Краткую версию пересказ сделал CFT, для того, чтобы вам было понятно, что это за психотерапевтический подход. И я сейчас, если есть возможность, посмотрю на то, какие у вас есть вопросы. Сейчас. И я сейчас, если есть возможность, посмотрю на то, какие у вас есть вопросы. Так, коллеги. Только вот я не вижу, как это посмотреть. Я вот вроде нажал на лайв-трансляцию. И теперь пытаюсь увидеть. О, все, я увидел. Вот. И я тогда немножко поотвечаю на то, какие на самом деле вопросы у нас есть. Ну вот. А если это жалость к себе, когда нет того, а я сама о себе жалею. Вот. А в частности, да, жалость, ну вот, если она имеет определенное линейное сочувствие, это как раз неплохо. Другое дело, что часто жалость к себе, ну вот, констатация болезненных переживаний, она не ведет к развитию способности, а сделать-то что-то нужно. Потому что ты ведь жалеешь себя в отношении сложных эмоций, а сделать ты с ними ничего не можешь. И в этом смысле, как бы, да, ты сочувствуешь, жалеешь, что ты это испытываешь. Но у тебя нету определенных инструментов, как себе помочь. Вот забота и сострадание, да, это, ну, как бы, жалость может быть определенным, ну, как сказать, подэтапом. Но дальше нужно перевести набор определенных навыков, где ты можешь с этим что-то как раз сделать. Дальше сейчас. Так, так, так. А, Ирина пишет, теория древнего и нового мозга. Да, это имеет, это правильно то, что вы написали, это имеется в виду. Ага, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Коллеги, какие есть у вас еще вопросы, да, обязательно их задавайте, если что, вам сейчас является как раз непонятным. Так, вот мне пишут. Прожал бы, да, прожал так. А используют ли сифти при расстройстве личности, например, когда у человека проявляется жестокое обращение с животными и так далее. О, коллеги, здесь немного чего не сказать. И тут, смотрите, разделим этот вопрос на две больших части. Вот. Жестокость – это одно. Расстройство личности – это другое. Конечно, могут вещи между собой интегрироваться. А сифти только начинает работу с расстройствами личности. И хотя уже даже есть семинары, я знаю прекрасно коллегу, который этим занимается. Ну вот, да, и она только недавно провела первые пилотные исследования, где как раз работали с людьми с пограничным расстройством личности. Ну вот. Но сказать, что это пока золотой стандарт для работы с данными расстройствами нельзя. Но очевидно, что, как бы, такие работы ведутся. Ну вот. И коллега, который занимается, да, она делает в индивидуальном и в групповом формате для людей с пограничным расстройством личности. А второй – это на природу жестокости. Вот. Не поверите, но в Сифти есть отдельный раздел и рабочая группа под названием «Криминалистика Сифти». Ну вот. И когда я был на конференциях, да, была вот отдельная секция по криминологии. Что это значит? Это значит то, что на самом деле через Сифти пытаются понять мотив преступников. Вот. Да. Откуда берется эта жестокость? Какие есть блоки для того, чтобы развивать в себе определенные навыки? И откуда вообще вот эта криминалистика в Сифти взялась? Потому что Пол Гилберт полжизни работал в тюрьме. Ну вот. И он как раз всегда очень много рассказывал, как он встречается с клиентом, антисоциальным расстройством личности, а тот вообще не понимает, что от него Гилберт хочет. Вот. Да. И как Гилберт говорил, что часто человек, который совершает некое преступление, и когда я к нему аккуратно, по-человечески отношусь, первый вопрос, который ведет к состраданию, заключается в том, почему этот странный мужик, ну, в принципе, неплохой, и правда что-то хочет ему сделать хорошее. Ну вот. Откуда вообще природа поступков других, что некоторые люди, правда, хотят хорошо сделать? И вот, как бы, криминалистика, она объясняет некие механизмы, да? А и Пол Гилберт объясняет функциональный поведенческий смысл насилия, сексуального насилия, ну, физического насилия, да? Антисоциального поведения в рамках как раз данной модели. Ну вот. И последнее, как бы, что сделали сиевтишники? Они выиграли британский грант для развития сострадания для людей, которые совершают, сидят в тюрьме, ну, вот, и совершили преступление. Какая была гипотеза? А гипотеза заключалась в том, что когда человек, как бы, попадает в тюрьму за садейное, система, в которой он содержится, да, постоянно ему напоминает, что ты урод. Ну, это как, например, там, сиевти, извиняюсь за выражение. Ну, вот. По сути, культивируют стыд и самокритику за свое преступление. В итоге, когда система культивирует у человека стыд и самокритика, они приводят его к эмоциональной дезрегуляции, что приводит к защитному определенному поведению. И когда тебе социум говорит, что ты, как бы, плохой, что ты ужасно совершил действие, и культивирует стыд и самокритику, а тебе эти чувства становятся непереносимы, ты, по сути, что начинаешь делать? Ты начинаешь еще больше защищаться от окружающих людей, либо вступать в другое сообщество людей тоже с криминальным опытом, которые имеют иное представление о преступлениях и так далее. То есть, по сути, человек с высоким уровнем стыдома самокритика, для того, чтобы от него избавиться, намного легче вступит в профессиональный ОПГ. Именно потому, что там не культивируются эти переживания, а наоборот, считается нормативным поведением, воровство, убийство и так далее. И для того, чтобы, на самом деле, профилактировать преступление, в рамках CFT считается, что, наоборот, нужно снизить стыд и самокритики, увидеть функцию и смысл своего поведения и вернуть к себе человеческий облик. Потому что не защищаться от социума, который теперь тебе гнобит за преступление, а от него адаптироваться. И когда они стали проводить, они увидели, то есть, это исследование, что действительно это оказалось хорошим инструментом профилактики преступлений. Люди, которые совершали эти преступления в прошлом, у них снизилась такая вероятность преступления в будущем. И у них есть на это всякие различные роды исследования. Поэтому криминалистика CFT, про жестокость, убийство, насилие и так далее, это одна из фундаментальных тем, которые CFT-шники занимаются с научной точки зрения. Я как бы много рассказал на эту как раз тему. Так, тут еще вопрос, будет ли работать при ПРЛ. Я уже про это ответил. Да, это национально устойчивое расстройство личности первой работы. А вот что такое НРЛ, я не совсем понимаю. Может быть, как бы поясните, расшифруйте. И я тогда, может быть, скажу. Возможно ли обучить психопата состраданию? Да, это возможно. Выбираем между CFT и ЭКТом. Чем главное отличие в этих направлениях? Во-первых, одно, поведенческий подход, который основывается на теории об услаблении. А второй, как бы психодинамический подход, который основывается на теории привязанности и эволюционном развитии определенных процессов. Различия в них техник, методы. Развитие то, как они смотрят на эмоциональную регуляцию, какие задачи перед собой ставят. Но, тем не менее, выбирать CFT и ЭКТ. Есть, кстати, книжка сейчас вышла, как раз Тирч, которая пытается объединить ЭКТ и CFT. Ну вот. Поэтому мне сложно сказать, что рассказывать сущность модели ЭКТ. И это достаточно много. Поэтому, возможно, пройти сначала ЭКТ, а потом CFT или CFT, а потом пройти ЭКТ и то и другое, а потом между собой это интегрировать. Потому что, как я говорил, в ЭКТ сейчас сострадание, возможно, скоро будет еще одним из процессов психологической гибкости. Хотя CFT не так часто используют ЭКТ техники, они больше используют КБТ техники. Такой традиционной. Коллеги, не стесняйтесь, задавайте еще вопросы. Коллеги, коллеги, связываю у вас у каждого свой выбор, свое время, свои возможности и так далее. Но если этот подход заинтересовал, те вещи, про которые я говорил, то можно пойти на наш как раз курс, который у нас начнется уже на следующей неделе. Он стоит из 10 занятий. Мы подробно расскажем про теорию, но вот про этапы работы в этом подходе, про методы, техники, а также отдельный блок, как работать с сопротивлением перед вот этими некими развития заботливых компетенций, которые блокируют развитие этих определенных навыков. Коллеги, ну вот я смотрю, если вопросов нет, я вам еще хотел показать в конце ролик. Если, конечно, я его сейчас открою. Один из самых интересных семинаров международных, который я проходил, это был CFT при психозе. То есть, когда у человека были галлюцинации и так далее. CFT используют, в них есть отдельная лаборатория в Британии, которая занимается развитием психотических переживаний. Из последних нозологий, которые я видел в конференции, доклады были, это CFT при умственной отсталости. Я, конечно, спросил у коллеги, ну а как вы объясняете этот человек с умственной отсталостью про психообразование, что надо делать? Он говорит, ну что они исследования провели, и видят, что при нарушении когнитивных функций стыд и частичное понимание от того, что ты отличаешься, у этих людей есть, и это заставляет их избегать. И они используют инструменты такого более непрямого, а посредованные, за которым активы развития этих определенных науки. Так, сейчас я останавливаю свою презентацию и включу вам небольшой ролик про CFT психоза. Это как раз коллега, у которого я учился, шотландский его сделал, где иллюстрируют некие этапы, терапевтические процессы, которые используют CFT, но для работы с людьми, с психотическими переживаниями. Но это, безусловно, для тех людей, у которых высокий уровень критики к своему состоянию, потому что, если ее нет, то, конечно, такое делать не надо. Вставай, бесполезный! Сейчас видно? Слышно? Эти круги обозначают наши три эмоциональные системы и то, как они сбалансированы. Включается система угрозы. Они идут за тобой. Они тебя подставили. Они знают, что ты сделал. Они тебя посадят и никогда не выпустят. Можешь сдаваться хоть сейчас. Это уже слишком... Слишком много всего. Жалкий. Включается система драйва в Стюарта. Давай. Давай, Стюарт. Они не хотят, чтобы ты был в команде. Давай. Давай, промахнись! Промахнись! Стюарт приходит на терапию, чтобы ему помогли развивать сострадание к себе, к своим чувствам и голосам. Слабак. Ты слабак, раз пришел на терапию. Ты слабый. Будь мужиком, уходи отсюда. Не доверяй ей. Со временем терапевт Стюарта помогает ему чувствовать себя в большей безопасности. Они выполняют упражнения, чтобы он чувствовал больше устойчивости и покоя, замедляя его тело при помощи дыхания и воображения, активизируя его систему успокоения. Стюарт придумывает образ идеального сострадающего человека, фокусируясь на определенных качествах сострадания. Он пробует представить, каково было бы вжиться в этот образ и стать этим сострадающим человеком. Он приходит вновь, играя роль сострадательного себя, пытаясь представить, каково это, о чем бы он думал, что бы он делал. Он тренируется и дома и постепенно начинает углублять свое понимание и ощущение своего сострадательного «я». По мере того, как Стюарт чувствует все больше безопасности и храбрости, он решает начать диалог от имени своего сострадательного «я» со своим самым критичным голосом. Привет. Что тебе нужно, неудачник? Я хочу тебя понять, помочь чувствовать себя в безопасности. Безопасность? Нигде нет безопасности. Если бы не я, ты бы... Я знаю, что ты пытаешься помочь мне. Спасибо. Большое спасибо, что напоминаешь мне, что я пугаюсь. Ты прав. Но я хочу начать преодолевать страхи. Я готов. Ты хочешь избавиться от меня? Нет, не хочу. Я не хочу избавляться ни от кого. Мы можем работать над этим вместе. Слышать голоса – это распространенное явление среди людей. Оно часто бывает связано с чем-то сложным или болезненным, что случилось в прошлом. И хоть это порой непросто, при наличии регулярной практики, сострадательное «я» Стюарта развивается все сильнее. Опасность! Обратно в кровать. Ты не готов. Все в порядке, ребят. Спасибо, что предупредили. Я буду осторожен, но сегодня у меня есть важные дела. Эй, все хорошо. Мы справимся. Посмотрим. Эй! Теперь Стюарт чувствует, что его голоса безопасны. Он понимает и принимает их. Они во многом части его семьи, но больше не руководят происходящим. Когда его сострадательное «я» у руля, Стюарт может следовать своим истинным желаниям. Что-то у меня в это время суток настроение хорошее. Коллеги, ну вот как-то вот так вот. Провожу ли я в рамках как бы семинара демонстрационной сессии? Конечно. Конечно. Ну, в рамках обучения так я пока не провожу. Ну, в каких-то других инструментах. При психозе может сохраниться критика к своему состоянию? Конечно. Да. Ну вот. И как раз есть клиенты, пациенты, которые критичны к состоянию, слышат эти голоса, понимают, что они голоса, и при этом резистентны препаратам. Вот шотландцы как раз делают это то, что препараты не могут убрать. С у меня была целая группа клиентов, которым 2-3 года подбирается препарат, а галлюцинации все равно не уходят. И вот для них как раз, для критичных, которые не так медикаментозно, но это вообще отдельная тема от медикаментозного терапии, как его в России делают, и как в той же Англии, в Шотландии. Но вот как бы для таких клиентов, да, и есть как бы клиенты, которые критичны психотическим голосам, но, конечно, сложно использовать CFT, когда человек находится в состоянии бреда. Потому что бред полностью его поглощает, он никаким образом не критичен к альтернативной точке зрения. Вот. Будет ли на занятиях практика, да, на курсе, безусловно, как раз будет. Я основные вещи буду показывать, разбивать на группы, и вы будете тренироваться. Вот, коллеги, хоть я вас не видел, но надеюсь, что вам понравилось. Ну, вот, да, и, по крайней мере, мне тоже понравилось то, что я вас ввел, ну, я куда дал базовое представление о данном терапевтическом подходе. И, ну, надеюсь, что если кто-то захочет его изучать, да, с удовольствием, ну, буду тот, кто обучил этот подход. Все тогда, коллеги, хорошего вечера, да, и, надеюсь, до скорых встреч. Ну, вот, буду рад вас видеть, ну, не только на семинаре, а на других определенных площадках, где обычно встречаются психологи и терапевты. Хорошего вам сострадательного вечера. До свидания. Продолжение следует...